Ну что ж, мы добрались до места назначения. Почти двое суток рязанские волонтеры добирались до наших бойцов в зону СВО. Мясо, соленья, фрукты, сладости, бытовые вещи и одежда. Гуманитарный груз собирали на средства неравнодушных горожан. Все для того, чтобы устроить парням с передовой настоящий праздник. Ребят, длинные каникулы. Давайте Рождество, Новый год встретим дома, с семьями. А Рождество встретим с нашими военными, потому что они, по сути дела, стали уже второй семьей за эти два года, которые мы с ними, так сказать, сотрудничаем, с ними на связи и окажем им поддержку. Рождество прежде всего праздник православный. Идею блиндажной церкви поддержали и линии боевого соприкосновения. Связь с руководством части волонтеры держали на протяжении всего этапа строительства. Помогали и студенты молодежного крыла Народного фронта. Для того, чтобы оборудовать походную часовню, стройматериалы и церковную атрибутику везли из Рязани. Чуть-чуть. Вот, вот. Отлично. Представьте себе, на первом этапе работали, с одной стороны, там бойцы на передовой, потому что часовня была организована в блиндаже. Этот блиндаж нужно было подготовить, нужно было выкупать, нужно было его обустроить в соответствии с определенными нормами, в соответствии с определенными канонами, в том числе. Мы же понимаем, что есть каноны определенные. Войти там с одной стороны алтарная стена на другой стороне. Сейчас на передовой готовятся к еще одному православному празднику. В крещение по традиции бойцы окунутся в купель, которую предусмотрительно прорубили неподалеку. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».